Магнолия увяла. Еще несколько минут назад хозяева кафе с поэтичным названием в спешке выносили отсюда свои вещи. Магнолия процветала на пересечении Масленникова и Московского шоссе. Сама постройка стоит здесь более 30 лет. Около 8 лет назад хозяином кафе стал Мнацакан Батрамян. Как выяснилось, в ходе проверки сооружение занимало землю незаконно. Лицензии на продажу спиртного не было. Да к тому же и сам хозяин не имеет разрешения на предпринимательскую деятельность. Не дали работать с постоянными вот этими проверками, со всеми этими. Нам вчера дали две недели, чтобы демонтировать. Сегодня они технику загнали, даже вот не дают вещи собирать свои. Можем оставить, раз столько потеряли, это тоже потеряем счетом. Пару столов или тарельки. Однако правоохранители утверждают, последнее предупреждение о сносе сооружения было еще в феврале. С седьмого года он осуществляет свою деятельность. Но представьте, 8 лет ни свидетельства, ни лицензии. Прекрасно он все понимал, что объект стоит незаконно, владеет землей незаконно, и что им нужно в кратчайшее время, этот объект снести с февраля месяца. Поэтому я думаю, март, апрель, май, июль, ну почти полгода он имел прекрасную возможность все это реализовать. Незаконный объект вмешал и дорожникам, которые сейчас капитально ремонтируют московское шоссе. По проекту на этом месте будут тротуар и газон. Борьба с несанкционированной торговлей ведется во всем городе. Под снос попадают все незаконные объекты. Не только те, которые мешают работам по благоустройству. У нас есть задача, чтобы все объекты незаконные, все будут демонтированы до единого. В 2014 году за первые полугодия было вывезено 393 объекта. На сегодняшний день, с 1 января по сегодняшней дате, вывезено 950 объектов незаконных потребительских рынков. Работа продолжается. В планах убрать с улиц города еще более тысячи незаконных объектов. Айгуль Заганшина, Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова